Еще одна тема, с вашего позволения, которая уже близко мне, моему сердцу и моей личной какой-то ситуации. Во-первых, можно поздравить, в Беларуси появилась независимая киноакадемия. То есть, вот как есть киноакадемия «Оскар», киноакадемия «Сезар», киноакадемия «Бафт» в Британии. Появилась Белорусская независимая киноакадемия, независимые кинематографисты нашей страны, критики, режиссеры, продюсеры. Они создали вне Беларуси вот такую независимую Белорусскую киноакадемию для поддержки нашего отечественного независимого кинематографа. И впервые стенд этой организации будет на Берлинском кинофестивале, что очень престижно. И не знаю, какие там будут фильмы представлены, но в любом случае низкий, так сказать, поклон – это действительно важное свершение, создание вот альтернативной, нормальной кинематографической организации. А почему оно понадобилось? Потому что в Белоруссии с кинематографом полный, ну, хотел сказать матное слово, но не буду, вдруг нас слушают дети. Швах! Вот так скажу, полный швах, полная Зимбабве. Вот кинематограф в Белоруссии, да и в России, честно говоря, но в Белоруссии особенно превратился в полное Зимбабве. Он деградировал окончательно. И, что удивительно, он мог деградировать и раньше, но благодаря, в том числе, вашему покорному слуги удалось на какое-то время этот процесс оттянуть. За что меня до сих пор поминают? И кто, вы думаете, меня поминает? Клан Михалковых, Кончаловских, приперся, значит, в Беларусь этот режиссер, Егор Кончаловский. Вы помните, он не угрожал, приписал такие, значит, сообщения с угрозами. Мы тебя, да то, да сё. Я вот это правоохранительным органам показал, они его ждут. Егора. Вот. Для того, чтобы задать вопросы, что это такое вообще было. Думаю, что интересный у них состоится разговор с ним. Но, в любом случае, он продолжает, этот Коршун, значит, летать над Беларусью. В первый раз он там дербанул, ну, нехилую сумму за фильм, который он не снял, который в итоге снимал совершенно другой режиссер. И себе, и помощнице он там что-то выбил. И обиделся на меня, потому что я эту всю схему вскрыл. Я этот договор опубликовал. И тогда возмутились, надо дать должное все. Не только я, или какая-то там плохая оппозиция, или кто-то. Все возмутились. Все не поняли, что это вообще за дичь такая. Сейчас он приехал опять. Повторно, так сказать, император Кончаловский, повторно, значит, брать свою отчину этих тупых белорусов. Вот. Сейчас мы, типа, этих дурачков опять на пару сотен тысяч долларов, а может и миллионов, нагнем. И тут уже ему в поддержку вся эта идеологическая ботва растущая. И вот мне тут прислали, как он, значит, на эту тему высказывался. Посмотрите, пожалуйста, это очень интересно. Подождите, это наш дорогой и любимый Зинон Станиславич. Так, а где? Где-где? Вот. Где и в Беларуси примеры. Знаю артиста, который выпрашивали. Не знаю, зачем этого им надо было. Заслуженного артиста. Затем, когда был 20-й год, они вдруг оказались где-то на дачах. Потом вынырнули спустя какое-то время и удивились, что к ним по-другому относятся. А как вы хотите, чтобы к вам относились? Вот эта история с курильчиком. Да. Давайте... Подготовленный такой. Вот это история. Курильчиком? Ну давай, давай. Уже воздуха набрал, так сказать, в лёгкие, Егорушка. Сейчас он скажет. Давай. Я должен был снимать на Беларусьфильме очень патриотический фильм. Фильм о борьбе. Очень патриотический. Очень патриотический фильм он должен был снимать. Патриот. После войны с коллаборантами, которые были с Англией. По остатками. И появился вот этот человек, Андрей Курильчик. Спасибо огромное, появился. Я уже в кинематографе к тому времени гораздо дольше, чем этот Егор. И за моими плечами гораздо больше фильмов, чем у него. Ну ладно, появился. Курильчик, который выкрав мой договор с Беларусьфильма, выкрав, выложив его в интернете, оболгал меня... Договор. Причём ты оболгал? Всё в договоре было написано. Левитал, спонсор ушёл, фильм состоялся. Просто он никому не нужен был, его никто не увидел этот фильм. Никто не увидел фильм. Это следы на воде. Его показывали по всей Беларуси, там БТ показывал и так далее. Вот. Фильм состоялся, но его никто не увидел, потому что там не было меня, великого Егора Кончаловского. Как будто другие фильмы Егора Кончаловского кто-то видел. Вы помните хоть один его фильм? Ну вот он, шлак этот весь, который он снимает. Кто-то вообще интересуется этим? Но у человека мания величия, он всё-таки из серьёзной семьи. Такой папа, который, видите, как его воспитал, почему-то не смотрит за ним. И вот он говорит, значит, всё, Курильчик договор опубликовал, поэтому я кино не снял. Чем делает мне честь, потому что фактически утверждает, что я спас этот фильм от него. Ну, хорошо. Была очень хорошая идея. И мог бы быть большой белорусско-российский рынок у этого фильма. Бог бы с ним. Я забыл эту историю, она была несколько лет назад. Но вдруг я встречаю господина Курильчика на Масфильме. Он ходит по коридору, по дверям и говорит, вам сценаристы не нужны? Ну, это было не совсем так. Я приехал на проект и прекрасно на этом проекте работал. Если я не ошибаюсь, это был фильм «Битва» студии Алексея Ефимовича «Учителя». Ну, ладно, он себе придумал такую историю, нужны ли сценаристы. Честно говоря, я помню этот случай, но я его даже не узнал. Потому что он в жизни такое какое-то чмо, а вот я вообще не понял, кто это. И превратился в такое, так сказать, маленькое дрожащее существо от ужаса. Ну, потому что, ну как, конечно, это же семья Михалковых. Сразу эта тварь дрожащая перед ними. Любой человек. Ой, люблю я людей с манией величия. Прекрасно. Сейчас там, я не знаю, его будут бить или так далее. Нет, ну, ничего не случилось. Но недавно, но недавно я натолкнулся на его посты. Чем он сейчас занят? Вот наш дорогой зритель появился, видите, натолкнулся на мои посты. Как же можно на них натолкнуться, если не искать специально российскому-то режиссёру из семьи Михалковых-Кончаловских. Натолкнулся. Как Титаник на айсберг натолкнулся он на мои посты. Сейчас он собирает деньги в Америке сети нацистам. Собирает деньги в Америке, сидя в Ельском университете, нацистам. Ну, конечно, естественно. Те, кто напали, это не нацисты, а вот украинская армия, которая защищает свою собственную землю. Свою собственную землю в рамках своих собственных границ. Нацисты. Знаменитые, возглавляемые знаменитым нацистом, актёром и продюсером кинематографа Зеленским. Этим, да, кинонацистом. Ой, не могу. Нацисты. Те, кто отрубает руки, те, кто кидает вот эти мины, забрасывает, те, кто прибивает российские паспорта. Прибивают паспорта те. Куда они прибивают российские паспорта. Территория, которые Россия там заняла, потом ушла. Заняла, потом ушла. Что ж она заняла вообще? Что она там делала вообще? Заняла. Это что, до получки, что ли, заняла? Вот, и потом отдала. Вот как раз он, вот в том контексте, о котором вы говорите, упоминает Кобзона. Я упоминаю Кобзона. Ну, в каком контексте? Что, да, 125 тысяч человек уже к нему на концерт отправились. А что делать? Вот в таком контексте упомянул Кобзона. Видите, мои преступления какие? На национальном телевидении, в национальном ток-шоу обсуждают. Что же Курейчик на своем благовидении упоминает? Упомянул Кобзона. Упоминает вот эту жену известного юмориста. Упоминает вот эту жену известного юмориста. Это я, честно говоря, не помню, кто жена известного юмориста. Кого я упомянул? Елену Степаненко, что ли, упомянул? Или жену известного юмориста это кого? Путина, Кабаеву я упомянул, или кто у нас еще известный юморист, подскажите, дорогие благовизоры, надо узнать, какую же жену известного юмориста я упомянул, что аж его, это вожжа попала ему под одно михалковское место. И вот я спрашиваю, вот мне интересно, у этого человека что внутри происходит? Потому что я когда готовился к этой программе, была... Видите, мучился, готовился к программе, спрашивал, что же происходит внутри у этого человека? Сейчас у меня происходит пищеварение, потому что я скушал сэндвич. Но вообще внутри меня происходит определенное, ну что ли, возмущение тем, что всякое быдло бесталанное лезет в Беларусь и на белорусские деньги белорусских налогоплательщиков хочет снимать свое российское патриотическое кино. Вот это у меня, да, есть. Что ты вообще делаешь тут в Беларуси? Если ты такой суперталантливый режиссер, тебя там на расхват в России должны брать. Никому сто лет не надо. Посмотрите его фильмографию. Бездарь, о котором, собственно, семья считает, что это, ну, просто какой-то, ну, как это, природа отдохнула, называется. Вот есть все-таки там, да, они пропагандисты, они там разные, но там в своих первых фильмах Михалкову не откажешь в таланте, а Кончаловскому тем более не откажешь. И в первых, и у него, кстати, и последнее время было несколько приличных картин. Вот. И вот тут, а тут отдохнула просто природа, потому что ничего нет. Последние, посмотрите, годы, что он снимал. Ничего, ноль, зеро. Человек зеро приехал в Беларусь, в которой он не имеет никакого отношения, просто тупо ее грабануть. Один раз этот гоп-стоп удалось остановить. Ну, действительно, и тут моя заслуга есть, я принимаю ее. Вот. Тогда общество возмутилось, сказало, а нихренел ли он. Я не помню, но там гонорар был под 150 тысяч долларов за все. Белорусским режиссерам платят 5 тысяч долларов, 7 тысяч долларов белорусским режиссерам своим. Приехало какое-то вот это, тот с чем-то тысяч долларов. А не охренел ли он? Тогда, ну, как бы, я так понимаю, что там просто... Ну, понятно, что там, скорее всего, были заложены все откаты, все это... Все это схемы, все понятно. Там потом, сколько было уголовных дел вообще с директорами Беларусьфильма, там, что не директор, уголовное дело. Одно, два, три. Вот. Ну, сейчас меня нет. Я, видите, занимаюсь тем, что собираю в Америке для нацистов. И все, вот она прилетела опять, эта муха на, так сказать, дерьмо, да. И все, сейчас вывезет, вывезет все, что там они там откладывали на белорусский кинематограф. Все, считай, пропало. Мне сказали, что патриотическое кино, вот как нужно оно там и так далее, понимаете? Вот. Конечно, оно нужно, это патриотическое кино. Но вот он считает себя патриотом. Просто... Ну, я считаю себя патриотом. Все правда. Я считаю, что для и России, и Беларуси было бы гораздо лучше, если бы не было вот этих долбоебов у власти, а были демократические европейские страны. Ну, да, извините. Я считаю, в этом и есть патриотизм. Вот такие, да, эти патриот наизнанку, да? Вот такой патриот. Патриот наизнанку? Запомните, это будет мое теперь второе имя. Здравствуйте. Патриот наизнанку. Андрей Курейчик. Кто это сказал? Патриотизм – последнее прибежище негодяя. Глядя на него, да, думаешь, цитата в целом верна. И, конечно, да, я миссия своей жизни, сделаю достать его. Но дело не в этом. Я хотел бы сказать про патриотическое кино. Да нет, ты про меня все время. Зачем какое-то кино? Кого интересует кино? Про Курейчика? Про какую там еще жену он сказал неправильно? Или про какого еще певца он сказал? И какой еще он контракт опубликовался, тебе денег не дали? Там позвучала одна фраза замечательная, что войну Великой Отечественной выиграл не только наш солдат, но выиграла песня «Бьется в тесной печурке огонь». Мы выиграли два бойца. Выиграли вот эти фильмы. Выиграли фильмы. Ну, твой бы не выиграл. Если бы ты снимал во время Великой Отечественной войны, боюсь, да, до сих пор бы улицы на немецком были в Москве. Но для того, чтобы снимать такое кино, вот сейчас у нас там клич в России идет, давайте надо снимать про Донбасс, про это, для того, чтобы снять кино патриотическое, которое будет трогать людей и... Трогать будет людей. Да. Направлять их туда, куда я бы хотел, чтобы направлялись их мысли и устремли. Направлять их на фронт. На фронт. Захватывать другие страны, уничтожать подлый запад. Да. Понятно. Нужно быть патриотом, нужно любить. Чтобы быть патриотом, не нужно быть идиотом. Это все-таки разные понятия. Хотя, ну, в данном случае они сошлись. Редкий случай. Любить. Быть вот таким, как курейчик, который здесь вот сейчас хочет, чтобы не было российских режиссеров. Тем самым, кстати, погулять. Даже не хочу, чтобы не было российских режиссеров. Хочу, чтобы белорусские снимали. У нас полно своих талантливых режиссеров потрясающих, которых повыгоняли. И сейчас он, они свою киноакадемию открыли. Потрясающих, талантливейших режиссеров. А в итоге вот сейчас Кудиненко фильм снимал. До последнего держался в Белоруссии. Такой рот держал на замке и так далее. Все равно на полку положили. Фильм последний Андрея Кудиненко. Я уже не говорю про Купалу, который талантливее, чем все, что сделал за всю свою жизнь вот этот Егор Кончаловский. Положили на полку. У нас свои режиссеры. Нахрен вы нам нужны? Семья Михалковых-Кончаловских. Вам что там своих мало крестьян грабить? Еще этих надо? На несколько лет он Беларусьфильму оказал невероятную услугу. По крайней мере, пять продюсеров отказались после этой истории со мной снимать картины на Беларусьфильме. Прекрасно. То есть, друзья, вот в Новой Беларуси мне за это орден, что я отвадил всю эту российскую, значит, шушеру от Беларусьфильма. И на какое-то время, действительно, вот за это время удалось снять Купалу, удалось снять еще несколько картин, там Вырвича, Франтишка Вырвича, еще какие-то картины, которые, слава богу, хоть как-то отражают белорусскую культуру, историю, и там используется белорусский язык. Если бы, наверное, я это не сделал, вот они бы там, эти свои боевики бы херачили до сих пор, патриотические. Вот это они любят вспоминать. Мы союзное государство. Вы ж наши младшие братья! Мы у вас хотим снимать, понимаете? Мы, барины, а вы нас, Борчуков, что ли, не хотите? Ну, я не хочу. У меня тоже есть такая история. Встретил одного актера беглого Купаловского театра на поезде Москва-Минск. Это же было после начала специальной военной операции. Человек, который оплевывал президента, Россию за все. А вот когда надо денежки, когда надо в сериале эпизодическую рамюшку сыграть, какую-то капитана, который появится и щелкнет каблуками, а здесь представляет себе звезду, бегает за денежками. Вот они не понимают. Они думают, что вся денежка, она принадлежит президенту. Вот насколько все-таки дикое сознание, Зимбабве у них в голове. Они считают, что деньги все принадлежат президенту. Что ты не можешь критиковать власть, но при этом сниматься в коммерческом фильме. Или делать коммерческий фильм. А у них это не укладывается в голове. Что это разное. Что деньги вот эти, это не принадлежит президенту. И это не президент тебе дает разрешение эти деньги заработать. Что это вообще-то нормальные бывают люди, бизнесмены, которые делают свои коммерческие продукты. И они приглашают талантливых актеров. Не патриотических мудаков. А талантливых актеров. А у талантливых актеров может быть такое мнение. У Басилашвили вот такое мнение про Путина. У Лея Хиджаковой вот такое мнение про Путина. И у нашего артиста такое мнение и про Путина, и про Лукашенко. Потому что он работал в Купаловском театре, который разорили, уничтожили национальный театр в год его столетия. Уничтожили. Самый главный, самый лучший театр. Ну может быть даже на просторах СНГ. И еще говорят, ты не можешь сниматься. Это деньги, это лукашенковские деньги. Или там путинские деньги. Что за бред? Что за Зимбабве? Смотрите, это белорусское телевидение. Кого цитируют уже? Как, ну, главного авторитета. Как человека, который решает. Да? Дожили? Они делают заявления, преподнеся их как свои личные убеждения. Как борьбу за мир. А на деле потом все оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой. В которой актеры после исполненной роли получают печеньки Госдепа. К сожалению, для таких граждан РФ нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверное, это было бы правильно. Юля, но вы всегда эти все... Да. Ну, вот такой мне фрагмент прислали. Я не смотрю, у меня не идет. В Нью Хевене, к сожалению, белорусское... Ну, или к счастью, точнее, белорусское телевидение не идет. И, более того, даже сайты Белтелерадиокомпании, они заблокированы, не открываются. На Ютубе их практически нет. Поэтому я про это даже не знал, что моей скромной фигуре уделяется такое внимание, рекламирует так наш канал. Спасибо огромное Егору. Надеюсь, что многие белорусы после этого просто ради интереса даже загуглят, посмотреть, что же он про какую жену юмориста там так сказал. Ну, и не дают забыть стране, что есть у них действительно еще приличные люди, и что действительно я держал оборону против, да, вот этой, как бы, российского этого жулья, которая пыталась забрать белорусские государственные деньги, и в итоге позабирали. Сейчас. Но это белорусские государственные деньги, чтобы эти деньги шли на белорусских режиссеров, на белорусских авторов, на белорусские темы. Действительно. Стоял, стоял стеной, но все, когда эмигрировал, уехал, теперь все. Вот они все там и повылазили, все прибежали, видите там набор гостей какой. Это городская сумасшедшая, вот, элочка-людоедка, вот этот отпрыск, ошибка, так сказать, скажем так, творческой природы семьи Михалковых и так далее. Ну, что могу сказать? Чувствую себя достаточно крупным деятелем культуры.